Карта медийной компетенции – это 316 практических навыков, которыми вы можете обладать, если работаете в медиаиндустрии. Но это максимальное, очень большой объем, очень большое количество этих навыков. Никто никогда не обладает ими всеми глубоко вчера и за 15 тысяч рублей. Сила медиа! Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Зеландевой. Здравствуйте, меня зовут Оксана Зелантьева, я мультимедийный продюсер. И сегодня я вам расскажу о карте медийных компетенций. Что это, как ей пользоваться и чем она может быть вам полезна. Каждый из нас специализируется на чем-то одном. Вот посмотрим, какие кластеры здесь есть. Медиа продакшн, управление медиапроектами, работа с информацией, коммуникация и какие-то маркетинговые аспекты. Что-то мы знаем глубже, что-то мы знаем более поверхностно, о чем-то не имеем ни малейшего представления. И когда мы выбираем, куда пойти работать, мы сопоставляем те навыки, которые у нас есть, с теми требованиями, которые озвучивает потенциальный работодатель. И поэтому карта медийных компетенций в первую очередь может вам помочь с таким профессиональным самоопределением. Возьмите два маркера двух разных цветов, отметьте на этой карте одним цветом маркера те навыки, которыми вы уверенно владеете. Уверенно это значит, что вам могут дать задачу, которая требует такой навык, и вы сможете эту задачу выполнить на достаточно профессиональном уровне. Не обязательно это будет супер какой-то продукт, но самое главное, что вы знаете, как эту задачу решать. Отметьте все навыки из этих 316, которыми вы обладаете. Получается ваш некий профессиональный профиль. Посмотрите, в каких кластерах вы отметили больше навыков. Это значит, что так ваша профессиональная жизнь сложилась, что у вас есть какой-то уклон, какая-то есть специализация. Может быть, это в менеджменте, может быть, это в работе с сообществами, может быть, это в продакшене. Обратите внимание, как вот сформировался этот ваш профессиональный, совершенно уникальный профессиональный портрет. Возьмите маркер другого цвета и отметьте те навыки, которыми вы хотите обладеть в будущем. То есть то, что вы уже понимаете, чего вам не хватает, чему вы хотите научиться. И посмотрите на этот цвет. Это ваш план повышения профессиональной квалификации. Эти навыки вы можете приобрести в мастерских, на курсах, на каких-то краткосрочных тренингах. Может быть, самостоятельно что-то изучить. Но вам обязательно нужен какой-то план, какой-то маршрут профессионального развития. И вот отмечание желаемого на этой карте поможет вам этот маршрут разработать. Таким образом, карта помогает вам увидеть разнообразие и многообразие требований, которые предъявляются к медиаспециалистам. Помните, что никогда работодатель не покупает полностью весь этот комплект. Он просит проявить некую вашу профессиональную грань, некий набор навыков для решения конкретной профессиональной задачи. Чем больше у вас этих навыков есть в вашем арсенале, тем больше вариантов рабочих мест вам смогут предложить. Если же вы медиа-менеджер, руководитель, редактор, издатель, то эта карта медийной компетенции поможет вам разрабатывать описание вакансий. Очень часто сейчас мы читаем вакансии, где требования к кандидату описаны простыми существительными. Он должен быть журналист, он должен быть редактор. Но гораздо полезнее и продуктивнее описывать эти требования через глаголы, собственно, через глаголы, которые представлены в карте компетенций. Возьмите карту, подумайте, на какую часть производственной цепочки вы нанимаете нового человека, что конкретно этот человек должен делать. Найдите на карте эти описания, и вот вам, по сути, готовое описание вакансии, которое понятно человеку, и кандидат может сравнить, что вы требуете с теми навыками, которыми кандидат обладает. Если вы руководитель медиапрограммы в ВУЗе, в колледже, вы директор школы журналистики или школы блогинга, карта медийных компетенций позволяет вам спланировать программу обучения. Потому что, ну, вы знаете, вы прекрасно знаете, что сейчас наши ученики, родители, абитуриенты, студенты и взрослые, те, кто обучается на курсах повышения квалификации, они всячески требуют практическое обучение. Научите нас, как это нужно делать. Но наши классические описания, несмотря на разные инновации в бюрократии вузовской и образовательной, они не позволяют нам сфокусированно, четко и конкретно описать, чему действительно мы на курсах будем людей учить. Карта медийной компетенции подсказывает, помогает вам сформировать эту программу, исходя из конкретных практических навыков. Вы объявляете курс, вы объявляете набор в группы и отмечаете, чему конкретно вы будете на этом курсе людей учить. Таким образом, вы можете показать им и полностью всю карту, все многообразие, те перспективы, которые у них есть, и сфокусировать их внимание на том, что в данном конкретном курсе, на данной конкретной магистрской программе или там курсах повышения квалификации вы отрабатываете вот именно эти практические навыки. И вот это ваше описание моментально становится более привлекательным, более понятным для ваших потенциальных клиентов. Таким образом, карта медийной компетенции помогает каждому конкретному медиаспециалисту в деле профессионального самоопределения. Карта же помогает медиаменеджерам спланировать загрузку и специализацию сотрудников. И карта помогает тем людям, кто работает в профессиональном образовании, в планировании учебных курсов и программ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok